тел на земле и вне ее бесконечное множество они взаимодействуют по-разному так например камень падает на землю электровоз тянет поезд нога футболиста ударяет по мячу взаимодействует луна и земля а вместе они взаимодействуют солнцем взаимодействуют звезды и звездные системы в природе существуют четыре типа взаимодействий гравитационная электромагнитная слабая и сильная гравитационное взаимодействие действует между всеми телами имеющими массу то есть все тела притягиваются друг к другу электромагнитное взаимодействие действует между частицами имеющими электрические заряды примером проявления электромагнитного взаимодействия в механике служит действие сил упругости и трения. Ядерные силы действуют между частицами в атомных ядрах и определяют свойства ядер. Слабые взаимодействия вызывают взаимные превращения элементарных частиц, определяют радиоактивный распад ядер, реакции термоядерного синтеза. В механике обычно имеют дело с тремя видами сил, силами тяготения, упругости и трения. Земной шар сообщает всем телам одно и то же ускорение, ускорение свободного падения. Силу, с которой Земля действует на тело, называют силой тяжести. Ньютон был первым, кто строго доказал, что причина, вызывающая падение камня на Землю, движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца одна и та же. Это сила всемирного тяготения, действующая между любыми телами Вселенной. Ньютон пришел к выводу, что если бы не сопротивление воздуха, то траектория камня, брошенного с высокой горы с определенной скоростью, могла бы стать такой, что он вообще никогда не достиг бы поверхности Земли, а двигался бы вокруг нее подобно тому, как планеты описывают в небесном пространстве свои орбиты. Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Коэффициент пропорциональности g называется гравитационной постоянной. Гравитационная постоянная численно равна силе притяжения между двумя материальными точками массой 1 кг каждая, если расстояние между ними равно 1 метру. Силы гравитационного взаимодействия направлены вдоль линии, соединяющей эти точки. Однородные тела, имеющие форму шара или сферы, также взаимодействуют с силой, определяемой формулой всемирного тяготения. Впервые гравитационная постоянная была измерена английским физиком Генри Кавендишем в 1798 году с помощью прибора, называемого крутильными весами. Сила взаимодействия между шарами определялась по углу закручивания нити. Гравитационные силы пропорциональны массам обоих взаимодействующих тел. Масса тела, которая входит во второй закон Ньютона, определяет инертные свойства тела, то есть его способность приобретать определенное ускорение под действием данной силы. Это инертная масса. Масса, определяющая способность тел притягиваться друг к другу, — гравитационная масса. Из механики Ньютона совсем не следует, что инертная и гравитационная масса одинаковы. Равенство инертной и гравитационной массы является следствием из опыта. Это означает, что можно говорить просто о массе тела, как о количественной мере как инертных, так и гравитационных его свойств. Земля вращается вокруг собственной оси с периодом, равным примерно 24 часам. Система отсчета, связанная с Землей, является неинерциальной, и тело, находящееся на Земле, находится в неинерциальной системе отсчета. Вследствие этого на тело действуют, помимо силы тяготения, центробежные силы инерции, направленные от центра окружности, по которой вращается тело. Равнодействующая этих двух сил и будет силой тяжести. Ускорение свободного падения не направлено по радиусу к центру Земли, а направлено под углом к этому радиусу. Центростремительное ускорение зависит от радиуса окружности, по которой движется тело. Следовательно, силы тяжести и ускорение свободного падения зависят от широты местности. На полюсе ускорение свободного падения максимально и равно 9,83 метров в секунду в квадрате, а на экваторе минимально и равно 9,78 метров в секунду в квадрате. Рассчитаем силу тяжести, действующую на тело массой 1 кг, находящейся на поверхности Венеры. При этом пренебрежем влиянием вращения Венеры вокруг собственной оси. Это можно сделать потому, что период вращения Венеры вокруг собственной оси почти в 10 раз больше, чем аналогичный период вращения Земли. Масса Венеры равна 0,82 массы Земли. Радиус Венеры равен 0,95 радиуса Земли. Тогда сила тяжести на Венере будет 0,91 от силы тяжести на Земле. Минимальная скорость, которую надо сообщить телу на поверхности Земли, чтобы оно стало спутником Земли, движущимся по круговой орбите, называется первой космической скоростью. Первую космическую скорость можно найти по следующей формуле. Для спутника Земли первая космическая скорость равна примерно 8 км в секунду. Любое тело может стать искусственным спутником другого тела, если сообщить ему необходимую скорость. Вес тела — это сила, с которой любое тело вследствие притяжения Земли действует на опору или подвес. Вес является частным случаем проявления силы упругости. Важнейшей особенностью веса является то, что значение зависит от ускорения, с которым движется опора. При перенесении тел с полюса на экватор их вес изменяется, так как вследствие суточного вращения Земли весы с телом имеют на экваторе центростремительное ускорение. Вес тела на полюсе больше, чем на экваторе. Пусть тело лежит на опоре в кабине лифта, движущегося с ускорением. Если ускорение направлено противоположно ускорению свободного падения, то вес тела больше силы тяжести. Если ускорение направлено вниз, то вес тела меньше силы тяжести. В случае, если ускорение равно ускорению свободного падения, то вес тела становится равным нулю, то есть наступает состояние невесомости. Механическая сущность невесомости состоит в том, что в системе отсчета, движущейся относительно Земли с ускорением свободного падения, исчезают все явления, которые на Земле обусловлены силой тяжести. Состояние невесомости можно наблюдать в кабине космического корабля, где, например, маятник замирает в отклоненном положении, вылитая из стакана вода зависает большой сферической каплей. Также застывают и остальные предметы, независимо от их массы и формы.